Я не опоздала? Этот урок должен быть легким. Математика мой конек. Что? Я и не знала, что сегодня будет тест. Я совсем не готовилась. Думаете, учительницы это заметят? Кажется, она сюда не смотрит. Чем это занята Дженнифер? Юная леди, лучше бы это был не учебник. Ну вот, не сработало. Может быть, я смогу списать окей? Опять ты хитришь, Дженнифер? Дженнифер! Я просто потягивалась. Ну и что же мне делать? Дженнифер! Хватит с меня твоих глупостей! Черт, неужели я провалю этот тест? Эй! Мое кольцо! Решение было под самым носом. Наверняка у вас завалялся лишний листок бумаги в клетку. Возьмите ножницы и вырежьте несколько квадратов. Скрепите их вместе, чтобы получилась книжечка. И запишите в нее все ответы. Мелко, но разборчиво. Когда все запишите, приклейте ее на внешнюю часть вашего кольца. Как только клей высохнет, можно надевать. О, я прямо чувствую эту мощь! Кто же знал, что математика может быть настолько простой? А учительница ничего не заметит. Спокойно, Дженнифер! Я слежу за тобой, Дженнифер! Кажется, вам нужны новые очки. Подходом смартфона учеба никогда не будет прежней. Особенно для учителей. Так, все, сдаем телефоны. Надо срочно спрятать. Дорогуша, вы учиться собираетесь? Ох, последний уровень! Учеба — это отстой. Кому нужна скукота про фотосинтез? Чтобы пронести смартфон на урок, нужно быть супер хитрой. Решение было у меня под носом. Кладем телефон экраном вниз. И наносим полоску горячего клея. Вот так, до самого низа. Теперь приклеиваем цветной карандаш. Отлично! И повторяем с другими карандашами. Смотрится круто, правда? Теперь можно делать селфи, и никто ничего не заметит. Я просто карандаши взяла. Прикольно! Этот трюк реально работает! Писать наши имена! Эй, постой, я хочу записать своими первой с дороги! Нет, я первой пришла, это место для меня! Нет, для меня! А ну отойди! Подумаешь, все равно никто за тебя не проголосует! Ле-ле! О, выборы королевы выпускного! Давай, запишись вместе со мной! Ладно, хорошо, пошли! Что, если одну из нас выберут королевой? Так, сейчас достану ручку. Вот она, я готова! Что такое? Ручка не пишет! О, минутку, есть идея! У меня в сумке банан. Стой, это не поможет. Попробую еще раз. Ну, конечно, теперь то, что надо. Да! Хотя, это точно не то, что я искала. Вау, не хочу обидеть, но ты не могла бы побыстрее? Да, я знаю, я тоже смотрела вчерашнюю серию. То в чем дело? Ну все, хватит, высыплю все из сумки. Минутку, это что, упаковка сока? Эй, а ведь это решение проблемы! Окей, берем пустую упаковку и разрезаем вот так. Снимаем верх, достаем ножницы и режем вот тут. Нужно сделать это по всей длине. Затем делаем то же с другими углами, чтобы можно было раскрыть вот так. Не хочу, чтобы было видно, что это упаковка. Покрою ее розовой бумагой. А теперь перевернем и возьмем клей-карандаш. Покроем клеем почти все это пространство. И приделаем полоску оранжевой бумаги. А сейчас возьмем серьезный клеевой пистолет. Клея-карандаша тут уже мало. Добавим еще одну заготовку. Но повернем таким образом. Нанесем еще клея, в этот раз по краям. Всего несколько капель, чтобы приделать эту резинку. А вот тут я приклею магнитные полоски. Вуаля, получился пенал. Резинка будет держать маркеры и прочее. А вот здесь есть место для стикеров. К магнитам можно прикрепить скрепки для бумаг. Когда заполнен пенал, можно опять его сложить. Сначала внутренний контейнер, а потом внешний. И теперь вновь приделаем эту крышку. Эй, гляди, что я смастерила для тебя. Что это? Мне нужно открыть? Окей. Вау! Ух ты! Видишь, теперь ты всегда найдешь ручку или маркер. А сейчас запишу свое имя. Вот. О, ей оказывает столько внимания. Вау, я никогда не видел ничего круче. Ну почему так сложно? Ничего не выходит. Нет, так не пойдет. Кажется, никто не видит. Так намного легче. Так ты ничего не учишь, Шерилл. Можно мне в туалет? Эйди, но только быстро. Мне точно не сдать этот тест. О, выпью водички. Нужно отдохнуть немного. Нужно придумать, что делать. Минуту. Кажется, я знаю. Это бесполезно. Отличная идея. Напишу цифры на стакане. И надену на него другой стакан. Нарисую знаки сложения и вычитания вот так. Проделаю тоже с другими стаканами. Теперь нужно лишь повернуть их, чтобы узнать ответ. Да, круто. Раньше я бы не справилась. А теперь легче легкого. Скоро придется использовать пальцы ног. Может, стоит помочь, Луне? Эй, не отчаивайся. Вот, держи. Ого, спасибо. Постой. Что ты делаешь? Я пыталась. Ничего не понимаю. Хорошо, что тут есть немного. Черт. Осталась пара капель. Может, что-то есть в холодильнике? Да, там еще полно колы. Сейчас услышим, как она шипит. О нет, она взрывается. Это невозможно остановить. Она везде. Вау, у меня никогда не было души из колы. Пузырьки такие приятные. Я вся мокрая и липкая. Кола, ну зачем ты так со мной? Я просто хотела попить. Дженнифер, что стряслось? Кола взорвалась, а потом выдохлась. Ахаха, ты бы видела свое лицо. Не волнуйся, я помогу. По крайней мере, с выдохшейся колой. Выдави из бутылки весь воздух. После этого закрой ее крышкой. И поставь в холодильник. Вот так, надежно и безопасно. И теперь надо немного подождать. Раз, два, три, четыре, пять. Готово! Время доставать колу. Когда мы откроем крышку, в коле снова будут пузырьки. Вау, поверить не могу, что это сработало. Только взгляни, сколько пузырьков. Наконец-то утолю свою жажду. Такая вкусная, совсем не выдохлась. Лови. Ахаха, ладно, шучу. Рисование. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау, смотрится круто. Отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо, ничего сложного. Четверка. Как всегда, прекрасна, Луна. Пять с плюсом. Ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Обе подготовились. Очень на это надеюсь. Выглядит сложно. Может, для тебя и сложно, Нина. Что это ты делаешь? О, жадина. Похоже, надо самой решать. Ничего тут не понимаю. Кто-то мне звонит. Сидим смирно, хорошо? Хорошо. Да, он ушел. Пора заглянуть в ответы. Прямо не верю своей удаче. Хорошо, что сегодня я надела юбку. Надеюсь, все это отмоется. Ну, вроде готово. Жаль, что на мне нет свитера. Дурацкая короткая юбка. Чувствую себя так неловко. Придумала. Тут поможет капелька косметики. Ага, вот нужный оттенок. Главное, чтобы можно было прочесть. Вот теперь можно писать тест. Я такая умная. Я тоже тебя люблю, мамуля. Он ничего не заметил. Точно напишу на отлично. Ответ вижу только я. Зачем зубрить, когда есть шпаргалки? Все готово. Ну и быстро же ты, Нина. Добрый день, дети. Что ты делаешь? Дэвид, быстрее. О нет. Я плохо переношу стресс. Вот, пожалуйста. Выглядит странно, но окей. Я ухожу отсюда. Чуть не попался. Но у тебя получилось. Простите, я задержалась. Начинаем урок. Почему Мил не пишет? Это так смешно. Не понимаю, что происходит. Может он грязный? Постойте, доска чем-то покрыта. Это что, мыло? Вы меня очень огорчили, дети. Настоящая классика. Все хорошо. Мне просто нужно собраться. Придумала. Можно использовать блокнот. Приклею отрезок скотча по краю. Хорошо, что у меня есть грифельная краска. Нанесу ее по всей поверхности блокнота. А, кстати, это расслабляет. Вот так. Почти готово. Теперь дам ей высохнуть. И можно снять липкую ленту. Осторожно, чтобы не испортить краску. Вот и все. Мне не нужна доска. Ее заменит этот блокнот. Просто напишу задачку на обложке. Здорово получается. Осталось только найти ответ. Ух, что происходит? Итак, класс. Кто хочет это решить? Давай, ты. Ну, ладно. Иди сюда. О, держись. Ну, кто у нас тут самый умный? О, ага. Кажется, я знаю ответ. Ну как? О, неверно. Садись. О чем ты думал? Нужно поменьше думать о приколах и побольше об учебе. Надо избавиться от этого. Теперь ты, Мэдисон. Я? О, плохо дело. Сюда. Да, думаю, это хорошее место. Теперь бы отлепить немного скотча. Уф, ну давай же. Тут нужны две руки. Тьфу. Ладно, пожалуйста, оставайся на месте. Вот так. А где мои ножницы? Они же были у меня в кармане. Ох. Ну же. Да что же это такое? Мне всего лишь нужен кусок дурацкого скотча. Что это ты вытворяешь? Мне просто нужно немного скотча. Так, надо подумать. Точно. Давай-ка я тебе покажу. Нужно приклеить один конец ленты к столу. И сделать две маленькие складочки. А теперь хватай и тяни. Видишь? Подруга, я в восторге. Пора, наконец, разделаться с этой картиной. Ну вот и готово. Ура! Где же учебник? Не может же он быть настолько скучно. Ох, мне уже надоело. Интересно, кто это? Алло? Ты дочитала то, что нам задали? И я тоже не осилила. Берусь и сразу тянет чем-то другим заняться. Например, фильм посмотреть. Да, сейчас будет классно. Получай, злой робот. Ну же, еще немножко. Вау, сколько хоть времени? Что? Уже почти восемь? Новая ручка такая классная. Я успела. Эй, я много пропустила. Итак, остановимся на свойствах ядра. Меня в сон клонит. Эй, Нина! 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 Проснись! Привет! О, какое мучение! Как бы поспать, чтобы никто не заметил. Сделаем фальшивые глаза. Прежде всего понадобятся селфи. Только та часть, где глаза. Ну, как я выгляжу? А теперь добавим серу. Спокойной ночи. У кого-нибудь есть вопросы? Ничего себе. У нас тут кое-кто уснул. Значит, надо кого-то разбудить. Я уже иду. О, нет. О, Нина! Пытаешься вздремнуть? Только не на моем уроке. Привет! Земля вызывает Нину. Что? С добрым утречком. Хорошо, что это была не я. Контрольную расплюнуть. Но другим приходится несколько сложнее. Я точно не справлюсь с этой контрольной. И откуда Кейт все знает? Она как будто выучила учебник наизусть. Я чувствую себя так глупо. Надеюсь, она покажет мне ответы. Разве ты не знаешь про особый лайфхак, Джен? При решении таких примеров нужно перемножить этот столбик. А затем этот. Видишь? Осталось добавить сюда сумму полученных чисел. 6 плюс 3 – это 9. Вот твой ответ. 693. Это просто гениальный лайфхак. Ух ты! Спасибо, что показала. Никаких разговоров во время теста. Кейт! Дай-ка мне взглянуть. Что? Что все это значит? Это же просто невозможно. Ей-богу, так и есть. 693. Что же это за колдовство такое? Просто зовите меня профессором математики. Так трудно. Мне надо было больше заниматься. Псс. Мэдисон. Мэдисон. Привет. Привет, Дэвид. О боже. Наконец-то. Это для тебя. Ты такой романтик. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Я так счастлива. Эй, приятель. О, у него мои усы. О, тю-тю. Жизнь прекрасна. Эй. Ку-ку. Ты здесь? Можно одолжить ручку? О, ну да. Конечно. Держи. Постойте. Я не могу дать ему изгрызенную ручку. Сейчас найду другую. Вау. Мне надо кончать грызть ручки. Привет, Дэвид. Привет, Эмма. Можешь взять мою ручку. Подожди минутку. Окей? Поверить не могу. Куда Эмма лезет? Нужно действовать быстро. Выглядит неплохо. Я сейчас. Должна же где-то быть ручка. И все? О, мне может помочь лак для ногтей. Думаю, это сработает. Для начала разберем ручку. Теперь отрежем кончик. Нанесем на кончик каплю клея. А затем возьмем лак для ногтей. Поместим кончик стержня в бутылочку и добавим клея. Дадим клею застыть, а потом наденем наконечник ручки. Должно получиться. И вуаля, ручка с блестками. Ух, как стильно. Бутылочку можно закрыть. Гораздо интереснее обычные ручки. Вот, держи. О, мы прикоснулись друг к другу. Теперь я могу работать. Это лучший день в моей жизни. Такая хорошая ручка. Спасибо. Да, получилось. Ты такой красивый. В смысле, твой почерк. Красивый почерк. Еще немного, и макияж готов. К такому образу нужны подходящие аксессуары. Ага, пришло время достать кое-что особенное. А вот и коробка. Привет, красота моя. Твое время пришло. Ха? Что там Дженнифер делает? Посмотрю-ка поближе. Вау! Классный браслет! Можно примерить? Эм, нет. Что такое? Она же знает, как мне идет зеленый. Оу, Халк звонит. Эва, я отвечу на звонок. Не трогай браслет. Даже не думай. Оу, она ушла. Это мой шанс. Лучше посмотреть, не идет ли она назад. Нет? О, привет, браслетик. Он такой красивый вблизи. Мне нравится. И на мне смотрится круто. Идеально подходит. Я была права насчет зеленого. Да, мой новый браслет. Классно, что ты заметил. О, нет, она возвращается. Надо поторопиться. Что? Нет, этого не может быть. Он застрял. Это что, сжимающийся браслет? Нужна помощь. Лучше встать. Или подышать на него. Но почему он не снимается? Ну, давай, прочь с моей руки. О, нет, она тут. Сделаю вид, что все в порядке. Надо еще написать Халку. Хм, что это с Эвой такое? Наверное, показалось. Стойте. Коробка пуста. Коробка пуста. Эва, я сказала не трогать браслет. Ты о чем? Даже не пытайся меня обмануть. Дай сюда браслет. Ладно, ладно. Он у меня на запястье и не снимается. О, я могу его снять. Смотри, классная пила. Правда? Что? Дженнифер, не надо! Шучу. Вот ты наивная. Пила нам не нужна. Я знаю трюк с мылом. Давай руку. Фух, я думала ты серьезно про пилу. Нам нужны пакет и мыло. Хорошо, что мыло у нас есть. Нанесу его на пакет. И аккуратно размажу. Готово. Для следующего шага нужна рука. Засуни ее в пакет, а затем сними браслет. Вот так. Мыло и пакет помогут ему соскользнуть. Смотри, я же говорила. В смысле, предупреждала. Этот браслет хорош только на одном запястье. На моем? Что? Теперь и я не могу его снять. Кажется, он и тебе не подходит. Шучу. Говорю же, на мне он идеально сидит. Дженнифер думает, что она забавная. Я пытаюсь дотянуться. Я же не виновата, что ростом не вышла. Нужно достать карандаши. Быть маленькой отстой. Ничего не получается. Разве они не видят, что я тут читаю? Окей, вот она. Привет, Эси. О, привет. Как у тебя дела? О, вау, ты очень-очень высокий. Приветик. Эм, ты мне очень нравишься. Можно тебя поцеловать? Можешь немного побыстрее. Ну давай же, я здесь, внизу. Окей, мне нужен мегафон. Эй, наклонись пониже, чтобы меня поцеловать. Может, если с Петей сыграть на гавайской гитаре? А, ничего не помогает. Секунду, тут есть цветные карандаши. Придумала. Также мне будет нужен шлепанец. Удалю крепление. Использую горячий клей. Всего капельку. Прикреплю карандаш в каплю клея. А затем еще. Вот так, низ готов. Теперь добавлю один сверху посередине. Затем приделаю новое крепление. Вот так. Та-да! Вышли крутые сандалии на платформе. Надену их и посмотрю, что будет. Да, подойду ближе, чтобы наконец получить поцелуй. Сейчас. Ага, да ты издеваешься? Меня не было всего чуть-чуть. Эй, проснись. Ну ладно, он думал лучше забыть про все это. А, что? Я не сплю. А, ну да, поцелуй. Вот так. Ну, думаю, я все еще не против. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну все, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Хм, есть идея. Я знаю, как говорить с Кивином, не раздражая Шерил. Сперва наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесем немного клея. И этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи. Это тебе. Здорово. Мне надо ответить. Чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда. Мисс, посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я ее видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Хорошо, теперь проверим. Идеально чисто. Как я и думала. Но осталось еще много дел. Нужно доделать классную работу. Карандаш сломался. К счастью, у меня есть точилка. Носу щекочет. Апчхи! Что такое? Это недопустимо. Я ненарочно, клянусь. Вот, видите? О, ничего себе. О, у меня есть идея. Нужна пустая бутылка. Отлично. Время творить. Сперва снимем крышку с бутылки. Затем сделаем в ней дырку. Теперь перевернем крышку. И нанесем клей по краю отверстия. Вот так. Достаточно. Приклеим точилку к крышке. Когда клей застынет, закрутим пробку на бутылке. Именно то, что мне нужно. Теперь вся стружка останется в бутылке. Больше никакого мусора. Я за тобой слежу. Беспокоиться не о чем. Все попадает в бутылку. Ммм, этот чувак... Ох, отлично выспалась. Сейчас почищу зубы. Утром как раз то, что нужно. Упс, уронила крышку от пасты. Ах, куда она подевалась? Придется смотреть на полу. Где она? Куда укатилась? Посмотрим, смогу ли я ее достать. Ага. Стоп, помада. Фу. Маракасы? Под раковиной был концерт? Миксер? Что вообще он там делал? Блин, а крышки так и нет. Ах, теперь руки грязные. И пыльные. Надо их помыть. И лучше с мылом. Подождите минутку. Кажется, у меня идея. Нужен тюбик зубной пасты. И лезвие. Разрежем тюбик. Срежем с него верхушку вместе с крышкой. Уберем ее. Она нам не нужна. Вместо нее я возьму дозатор от мыла. Идеально подходит. Теперь у пасты есть дозатор. С ними можно не волноваться, что крышка пропадет. Линия пасты получается такой ровной. Вау, вышло классно.